Коллеги, всех приветствую! Меня зовут Итаманова Юлия. Сегодня мы будем делать видео-обзор сайтов-агрегаторов, те, что работают с сайтом, интегрируются с торги.gov, и где мы можем еще искать информацию. Сразу скажу, что я буду показывать как бесплатные агрегаторы, так и платные агрегаторы. Это не реклама, то есть это исключительно мое личное мнение, мой видео-обзор, который я вам буду показывать. Итак, это сайт торги.gov, официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов. Здесь у нас есть несколько вкладок. Нас на самом деле интересуют три. Как мы видим, очень много нас интересуют три. Это аренда, это продажа государственного имущества, это аренда и продажа земельных участков, это реализация имущества должников. То есть четыре вкладки, самые распространенные, с которыми мы работаем. Если мы нажмем на вкладку «Аренда», нам обязательно нужно нажать кнопочку «В процессе подачи заявок». Далее мы выбираем регион, ну пускай будет Томская область. Нажимаем «Выбрать», нажимаем «Поиск». Итого в городе Томске у нас 21 открыт лот. Итак, в чем здесь огромный минус сайта торгов, помимо, что нам необходимо так выбирать вкладку «Процессе подачи заявок». Если мы нажмем кнопочку «Просмотр» и нажмем далее не «Назад к торгам», а просто выйдем из браузера, нас автоматически выкидывает, и нам придется забивать регионы постоянно. Это очень неудобно, и он периодически вылетает, то есть в целом он вылетает. Это огромный минус сайта торгов. Теперь давайте с первого, то что я хочу вам показать, это с бесплатного агрегатора. Он называется «Гивейру», «Гивейру», как вы видите, адрес. Вот, он бесплатный, то есть там есть платная версия, но для бесплатного агрегатора, в принципе, мы можем там что-то посмотреть. Итак, что мы делаем? Нажимаем «Расширенный поиск». Далее нам необходимо выбрать регион. Пускай это будет, раз мы уже начали с Томской области, Томская область. Дальше, категория. Здесь мы можем выбрать категории, там легковой, грузовой, спецтехника, прицепы. Можем выбрать направление. Имущество изложников, банкротство. Нет, нас это не интересует. Ни профильные активы. Нет, это нас не интересует. Имущественные торги, вот активы госкорпораций и прочее. Это все отнесено к сайту торги ГОВ.РУ. То есть здесь мы видим вот аукцион. Здание, да. Это не профильный актив. Дальше мы видим сооружение газопровода. Дальше мы видим большая подгорная. Вот 204 А, да. Это у нас имущество должников. Нежилые помещения, вот в площади. Город Северск, видим. В чем здесь минус сайта ГИВЕРУ? Огромный минус. Ну, первое, в чем плюс, это в том, что мы видим все сразу. Все, что есть на сайте торги ГОВ. Плюс непрофильные активы. Все это здесь публикуется. Огромный минус, что мы не можем определить, что это имущество должников, аренда или непрофильные активы. То есть здесь у нас написано, какая-то начальная цена. А это непонятно, что это аренда. Если мы, причем, даже нажмем на секцию, здесь у нас как таковой ничего не будет. То есть никакой информации не будет. Мы видим просто описание. Если мы нажмем полную версию сайта, здесь нас попросят зарегистрироваться и внести какую-то денежку. То есть также мы можем поучаствовать в сайтах, нажать кнопочку участвовать. Это огромный минус сайта торги ГОВ в ГВЕРУ. Огромный плюс, что они здесь все в одном месте. То есть мы можем так мониторить и так их искать. На самом деле ГВЕРУ я раньше пользовалась, сейчас я не пользуюсь, потому что мне неудобно. То есть мне неудобно. Так, теперь, какой у нас еще есть сайт. Следующий сайт, который я вам хочу показать, это сайт СБИС.РУ. СБИС.Онлайн. Это платный сайт, то есть стоит он примерно около 2000 в месяц. То есть что у нас здесь есть? Здесь мы нажимаем кнопочку компании. Реализация имущества. Здесь полностью все торги, как банкротные, так и муниципальные. То есть абсолютно-абсолютно все. Дальше здесь мы можем нажать регион. Расширенный поиск. Здесь мы выбираем регион, причем регион он запоминает. Также можем выбрать категорию. Вот ранее видим, что отбирались. Можем здесь нажать кнопочку «Ранее отбирались» и здесь он сразу нам покажет. Сейчас мы проверим. Область сбилась у меня. Давайте выберем область. Томская область. Нажимаем «Найти». Здесь у нас все, что есть. Здесь показывается окончание по подати заявок. Очень удобно прием заявлений. Вот открыт аукцион. То есть здесь у нас прописано, что это. Здесь мы видим также вот цену. Непонятно, что это аренда, что это имущество должников или нет. Как нам это понять? То есть необходимо нажать на кнопочку. Нажимаем на кнопочку. Здесь мы видим обеспечение заявки, начальную цену, информационное сообщение. Здесь у нас документы все сразу. То есть если мы кликаем на торги GoFru, нас туда перебрасывает. То есть здесь нас перебрасывает. Здесь мы уже можем увидеть сразу, во-первых, по этой кнопочке, что это продажа, да. И, соответственно, мы здесь видим ценник. Достаточно удобно, потому что здесь ничего не вылетает. Здесь запоминается. Также мы можем сделать что? То есть отметить, закрепить. Можем добавить в избранное, отметить его интересным. То есть мы за ним будем следить. Можем, если мы нажмем кнопочку, мы участвуем. И вот самое лучшее, что здесь сколько дней остается до окончания подачи заявок. Ну, то есть вот прям через там вот 9 дней окончания подачи заявок. И вот это вот. Самое, наверное, лучшее, что здесь есть, это вот именно когда у нас окончание там подачи заявок, и что здесь аукционная документация, все есть. То есть одну кнопочку мы нажали, здесь мы ее видим. Здесь мы видим, что это Советская на улице. В Советске у нас реализуются помещения, нежилые помещения. Давайте зайдем, посмотрим. Как мы видим, это у нас аренда. 63 квадратных метра, ежемесячная плата за объект 21 тысяча. Техническое состояние нормальное. Это у нас Тусуровское здание, Тусуровский корпус. В принципе, это центр города, оно стоит в первой линии. Это абсолютно нормально, то есть там состояние питания. Целевое назначение организации питания обучающихся и сотрудников университета. То есть это для столовой данное помещение. То есть без УЗБИСа, естественно, здесь появляется все, причем здесь даже появляется раньше, чем на сайте торги.gov, и раньше, чем на любом другом агрегаторе. То есть УЗБИС в этом вопросе, они монополики, очень здесь удобно работать с данным сайтом. Теперь, следующий сайт, который я вам хотела показать, это сайт Т-Банкрот. Сайт Т-Банкрот стоит около 3 тысяч рублей в месяц. Если со скидкой мы покупали за 21 тысячу в месяц, то есть на одного человека, один личный кабинет, то здесь мы также можем выбрать регион. Также выбираем регион. Здесь есть банкротство, есть торги.gov. Если мы нажмем торги.gov, здесь у нас есть аренда, продажа земельных участков, имущество должников. То есть мы можем прям нажать по какой-то там категории, сегментированным, выбрать и пойти искать. То есть это очень удобно, здесь очень достаточно удобный такой интерфейс. Мы также видим здесь цену. Нас перебрасывают на площадку. Видим задаток, видим шаг аукциона. Ну то есть, в принципе, здесь тоже все удобно. Есть огромный здесь, какой минус-то банкроти, в том, что имущество должников, вот давайте я вам прям на примере покажу, имущество должников, оно не все показывается, то есть я могу предположить, что в принципе не все показывается. Вот здесь, видите, у нас на текущий момент только показывает, желтенькое это завершенные торги, либо приостановленные, а зелененькое это прием подачи заявок. То есть на текущий момент у нас всего один открытый лот. Вот, если мы сейчас перейдем по этой ссылке и посмотрим, то есть сколько на самом-то деле у нас открытых лотов в процессе подачи заявок. То есть, как вы видите, помните, я выбрала регион. Вот, то есть смотрите, на текущий момент там у нас показывают всего там открытых 7 лотов, ну и то там завершенные, а по факту их 72. Ну, то есть в тэбанкроте очень удобно с тем, что они не показываются, какая-то часть, ну, то есть не показывается какая-то часть, и здесь очень-очень огромный минус с тем, что нельзя оценить, то есть приходится все равно заходить и перепроверять. А это очень неудобно, потому что нам необходимо зайти, посмотреть, что новое появилось, и, естественно, закрыть все это. То есть, если что-то осталось, это закинуть во вкладки избранной. Теперь, что еще у нас, какой есть агрегатор? Это по поводу тэбанкрота. Тэбанкрот очень удобный именно со стороны банкрота, со стороны торги.gove.com. Сайт очень сырой. Теперь переходим к сайту торги России. То есть, это платный агрегатор, но там есть бесплатная версия. Здесь мы можем, вот у нас есть категории, тоже категории нам не нужны, то есть они все равно там неправильно будут забиты. Здесь у нас по всей России мы можем также выбрать регион. Нажимаем Томская область, нажимаем найти. И здесь у нас мы видим арестованное имущество, арестованное, то есть банкротное, вот банкротство. Можем арестованное увидеть, можем банкротство увидеть. Здесь мы также можем все секции, да, это банкротство, арестованное, залоговое имущество, непрофильные активы, гос. и муниципальные торги. Если мы нажмем государственные и муниципальные торги, здесь у нас высветится то, что продается. То есть, мы видим приватизацию, видим название, видим, что цена, здесь кнопочку купить лот через агента, вот нежилое, нежилое, то есть мы видим здесь автомобиль, почему-то он находится у нас в Томской области, хотя по факту он находится в Кемерово. Интересно, почему. А потому что имущество по Кемеровской и Томской областях. Здесь мы видим автомобиль без заднего девайра, имеет внутренние дефекты, потерка, закрытые дефекты. Так, ну, как бы это, в принципе, все нормально. Здесь ничего такого нет. Есть огромный минус, здесь нету ни земельных участков, нет аренды. То есть, огромный минус, что нам нужны именно земельные участки, продажа и покупка, и нужна аренда. И также, смотрите, здесь есть просто арестованное имущество. Если арест... Ну, то есть, арестованное имущество, в принципе, здесь все есть. Единственное, что мы не видим, сколько у нас лотов, мы так не можем оценить сразу. Но мы так можем всегда их зайти и посмотреть. То есть, мы знаем, что их 72 на текущий момент. То есть, вот они все у нас есть. То есть, здесь тоже есть какая-то первичная информация. Мы заходим, видим прием заявок, начало ценовых предложений, начало приема заявок, конец приема заявок, кто является организатором торгов, там здесь категория земельные участки, но это арестованное, поэтому здесь сюда можно не смотреть. Так. Ну, в принципе, это все, что я хотела вам показать. Чем я рекомендую пользоваться? Я рекомендую пользоваться, первое, каким агрегатором, которым вы можете пользоваться, это с БИС.ру. Почему с БИС.ру? Потому что там обновляется быстрее информация, там можно добавить в избранное, там есть у нас на сайте торгов. То есть, там есть у нас сразу переход на сайт торгов и есть также у нас документация. Там показывается, когда у нас окончание подачи заявок. Здесь в этом вопросе они монополики. Также я могу порекомендовать вам пользоваться Т-банкротом, если у вас он проплачен, то есть, можете его спокойно, смело пользоваться. Гивея пользоваться неудобно. Торги России я тоже рекомендую, если вы хотите посмотреть то, что продается по приватизации и по арестованному имуществу. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Ссылки на все сайты я приложу к комментариям. Заходите, обязательно пользуйтесь. Всем пока!